Добрый день! Тема нашей сегодняшней видео лекции – литература 20 века. В рамках этой видео лекции мы с вами рассмотрим модернизм и постмодернизм. Рассмотрим, разумеется, кратко. Литературный процесс 20 века – это очень неоднородное, хаотичное, разнообразное и местами противоречивое явление в мировой литературе и в культуре в целом. Поэтому к нему необходимо очень осторожно подходить, когда вы пытаетесь для себя декодировать модернизм или постмодернизм. Потому что зачастую расставить по полочкам определенные черты, определенные, так скажем, интенции писателей 20 века достаточно сложно. И сегодня мы с вами немножко попытаемся ознакомиться с этими направлениями с точки зрения их философско-эстетической направленности, чтобы хоть что-то было у нас в головах, хоть какую-нибудь платформу для себя создать и хоть за что-нибудь удержаться. Начнем мы с вами, конечно же, с рассмотрения модернизма как формирующегося на рубеже веков литературного направления. Это будет наш первый блок, второй блок – постмодернизм. И в рамках этого первого блока будут два, так скажем, подблока, две подтемы. Первая – модернизм как ведущая художественная идея столетия. И вторая – модернизм как направление в искусстве и литературе 20 века. Вот здесь, конечно, мы будем тщательнее рассматривать все детали и нюансы, потому что это весьма важно с точки зрения вашего дальнейшего процесса декодирования текстов олимпиадных. Потому что, зная, откуда растут ноги, зная модернизм, зная и постмодернизм, о котором мы скажем чуть позже, вы будете легче взаимодействовать с нынешней художественной реальностью. Вам будет легче с этим работать. Итак, начинаем мы с модернизма как с ведущей художественной идеей столетия. Стоит отметить, что 20 век подарил миру то, чего не знала вся история культуры до ныне. Это невиданное разнообразие школ и направлений. Смотрите, вы, конечно, сталкивались с 19 веком, вы знаете, что там тоже очень много направлений, но все они, так скажем, утверждены в своей самости художественной. То есть у них есть определенные черты, у них есть определенные постулаты, манифесты, и у них нет, так скажем, собраний частности в их некоторой художественной общности. То есть если классицизм — это классицизм, то классицизм и будет классицизмом. Там внутри ничего не появится. Никаких неоклассицизмов именно внутри самого классицизма. Есть, конечно, неоклассицизм, есть неореализм, но это отдельное уже направление, возникшее на основе отдельной философско-эстетической программы, как ответственно на определенные кризисы, как доработка направления, например, романтизма как такового. То есть это такое переосмысление. Буквально взяли и переобули романтизм. Что касается модернизма, то здесь внутри самого направления модернизм раскрывается обилие частностей, и их достаточно много. Это и импрессионизм, это и сюрреализм, это и авангардизм, это и дадаизм, это и иммажинизм. Вот, возможно, вы в школе разбирали и, скорее всего, знаете такие понятия, литературические термины, как, например, символизм, акмеизм, футуризм. И, скорее всего, знаете их представители. Это наш с вами родной Серебряный век, это наш с вами родной 20-й век, который мы достаточно хорошо знаем. Но даже при наличии знаний о таких контекстах исторических, мы все равно немножечко проигрываем, если говорим о литературе вообще, потому что наш век, он не задает литературную тенденцию, так скажем, вообще, мировую. И необходимо, конечно же, обращаться к тем нюансам модернизма того же, которые реализуются на платформе европейской. То есть, да, конечно, необходимо и Россию рассматривать как определенную частность, но необходимо еще и обращаться к философским постулатам, которые были разработаны до того, как сложилась непосредственно ситуация в России, потому что это очень поможет вам понять саму ситуацию в России, именно художественную. Ну, конечно же, еще и исторический контекст здесь мы должны привести, так скажем, подтянуть. Но и контекст философский, общемировой тоже очень важен. Без этого нет полной картины, и без этого нет полного понимания действительности именно художественной. Итак, у нас есть огромное обилие направлений и огромное разнообразие школ, которые объединены по необходимости с широким термином модернизм. И, конечно же, в контексте разговора о направлении необходимо сказать о представителях этого направления. Вы, скорее всего, знаете Ахматова, вы, скорее всего, знаете Гумилева, Блока и, конечно же, Маяковского. Это наши отечественные модернисты, но помимо них были еще и западные модернисты, и, к сожалению, их знают плохо. И сегодня мы с вами, чтобы пополнить вашу картину мира, рассмотрим эти персоналии, конечно же, очень кратко, в основном пробежимся по списку, и я просто скажу, какие есть романы, какие есть тексты, которые для себя в рамках свободного чтения необходимо осветить, чтобы лучше понимать контекст именно этой эпохи, именно этого литературного процесса. Вот смотрите, модернизм, ведущая художественные идеи столетия, выразил себя в творчестве равновеликих и равнонепохожих гениев. Среди них Томас Манн. У него есть потрясающий роман «Доктор Фаустус». Вообще, конечно, Томас Манн был в рамках своего первого, так скажем, творческого периода подвержен нитшанской философии, и его повесть «Смерть в Венеции» как раз-таки является одой по отношению к нитшанству. Потом случился, так скажем, внутренний конфликт у Томаса Мана на основе огромной трагедии, масштабной, второй мировой. И, конечно же, Томас Манн переосмыслил всё то, что было ему дано в рамках первого периода, переосмыслил свою привязанность к нитшанству, свои восторги по отношению к нитше, и как уже зрелый писатель написал «Доктора Фаустуса». Не буду вам спойлерить, текст потрясающий, текст затрагивает огромное количество проблем и огромное количество тем было поднято в рамках данной невероятной истории. Очень советую обратиться к этой художественной реальности. Дальше Марсель Пруст. Марсель Пруст – зачинатель потрясающего приёма «Поток сознания». На него ориентируется и Вирджиния Вулев, им восторгается в определённой мере и Джеймс Джойс, но Джеймс Джойс и сам невероятный, и им тоже восторгались абсолютно все. Но были, конечно, и хейтеры, и недоброжелатели, куда уж без этого. У каждого гения найдётся свой определённый хейтер. Ну, если говорить про Марселя Пруста, то у него есть огромный роман «В поисках потерянного времени». Этот роман состоит из, опять-таки, частности. Вот смотрите, да, модернизм. Модернизм очень любит частности. Потом, конечно, постмодернизм со своей фрагментарностью устроит буквально, так скажем, некоторые бунты во имя свободы, во имя такого, так скажем, либерализма в области идей. Но модернизм так или иначе тоже претерпевал вот эту частность, вот эту некоторую фрагментарность, которая фрагментарностью, по сути, и не является, потому что она всё-таки асистематизирована и иерархична. А у постмодернизма там до иерархии далеко, до системы, как до луны пешком. Поэтому, да, есть некоторые отличия. Но мы сейчас говорим про модернизм, и необходимо сказать, что вот у Марселя Пруста, его частности в рамках романа «В поисках потерянного времени», там, по-моему, если не ошибаюсь, семь подроманов, каждый большой, каждый объёмный, у каждого своя определённая иерархия проблем, система проблем. Все они, конечно, объединены основным лейтмотивом в поисках утраченного времени. Очень важна тема, архитема памяти. И также важен процесс мышления, процесс восприятия как таковой, процесс рецепции. Тоже это затрагивается абсолютно в каждом романе, который является частью вот этой огромной группы, вот этого огромного романа в поисках утраченного времени, непотерянного времени. Ну, в зависимости от перевода, конечно, разные лексические единицы используются, эпиваленты. Но так или иначе, время было утрачено, потеряно. И вот в контексте такого некоторого ментального ретрограда, ретроспекции, главный герой, и не только главный герой, второстепенный герой, которые впоследствии могут стать главными героями в рамках вот именно этого романа, там всё, это одна огромная условность. Они пытаются через воспоминания восстановить контекст своего бытия, и за этим очень интересно наблюдать, за вот этой вот ассоциативностью, потому что всё построено на ассоциации. Память — это неточный исторический документ. Потом, конечно, вот в рамках постмодернизма удивительный писатель Джулиан Барнс будет поднимать эту проблему в своих работах, и как раз-таки будет указывать на то, что исторический документ — это есть данность, а память — это есть условность. И вот Марсель Прус, как раз-таки, используя огромное количество ассоциативных связей, используя огромное количество интертекста, он как раз-таки начинает эту тенденцию в области именно литературы XX века, ой, литературы, простите, литературы XX века, когда стали обращать внимание на время, на память. Андрей Бергсон тоже здесь же, но это уже философская подоплёка. И, конечно, нельзя рассматривать текст без философской подоплёки, потому что она для XX века играет огромную роль, огромное значение оказывает на литературу XX века. Дальше у нас идёт Джеймс Джойс, его известный самый роман — это «Улисс». Об «Улисе» мы ещё сегодня скажем, когда будем говорить о чертах модернизма, потому что «Улисс» он тоже, так скажем, задаёт тенденцию, там тоже есть поток сознания, там есть миф, и «Улисс» невозможно понять с первого раза, его необходимо перечитывать и перечитывать. И, в принципе, на сегодняшний день ни один литературовед не декодировал «Улисс» на 100%. Это очень сложный текст и в то же время очень интересный текст. Могу даже сказать, что не все филологи его осиливали до конца. Возможно, для вас это прозвучит как некоторый вызов, и это здорово, это классно, если вы попытаетесь соприкоснуться с «Улиссом» и попытаетесь его декодировать, разгадать, расшифровать, потому что «Джойс» загадывает на самом деле загадки. И вообще модернизм и постмодернизм — это такие штуки, которые очень любят загадки. Вам загадают загадку, а вы как бедный читатель, а может быть и богатый читатель, у каждого свой опыт начитанного, осознанного, прожитого. Каждый по-разному себя реализует, каждый по-разному себя наполняет. Вы как бедный или богатый уже будете для себя это как-то раскладывать по полочкам, как-то понимать, как-то рецептировать, как-то, в общем, декодировать. И вступать в дискурс с этим текстом. Дальше у нас идёт Франц Кавка. Кавку открыли уже посмертно для себя многие литературоведы и читатели. При жизни Кавку практически никто не признавал, а уже потом, благодаря его другу, Кавка стал всемирно известен. И это есть хорошо, это есть потрясающе, потому что Кавка тот человек, который, ну, грубо говоря, говоря, опять-таки, лексикой такой простой, житейской, сколупнул проблему абсурдности. Как раз-таки здесь, наверное, подойдёт это слово «сколупнул», потому что «раскрыл» звучит слишком как-то элитарно даже, да. А с Кавкой очень хочется быть по-простому. И даже читая его текст, ты удивляешься тому, что он написан достаточно легко, просто. То есть текст буквально тобой проглатывается. И ты даже, будучи филологом, будучи литературоведом, маститом, ты не успеваешь его полностью декодировать в процессе именно прочтения, потому что ты уходишь вслед за Кавкой, ты уходишь вслед за этой лёгкостью, которая временами становится тяжёлой, но в то же время ты эту чашечку не замечаешь, потому что ты идёшь на вот этой вот кавкианской волне какой-то. И уже потом, после прочтения, наступает период рефлексии, и тогда ты включаешь своего внутреннего литературоведа и пытаешься разгадать, а что же там было-то? А был там целый айсберг, потому что кавка с виду простой, с виду лёгкие, мягкие, но именно под вот всем вот этим вот наслоением лёгкости лежит огромная тяжесть абсурдности. И когда ты эту абсурдность начинаешь ощупывать, осматривать и осознавать, конечно же, уже становится и жить-то не так легко, и, в принципе, мыслить-то не так просто. Что есть абсурд, что есть общая кавка? Человек, и что есть, кстати, 20 век вместе с кавкой? Человек родился. Это уже абсурд. Вот даже его небольшой текст, «Превращение», возможно, вы читали, он как раз-таки об этом. И ещё процесс, роман «Потрясающий кавки» тоже об этом. Об абсурде. О рождении человека и о его предназначении, которого, по сути, как такового и нет. И особенно вот роман «Процесс» он раскрывает это очень детально и очень ярко. Человек просыпается в день своего рождения, и ему просто сообщают, что он совершил какой-то проступок, и он должен быть наказан за этот проступок. Не буду спойлерить, конечно, до конца, что произошло. Вы и сами можете с этим ознакомиться. Но факт такой, что в конце концов человек заканчивает свою жизнь, и это выглядит абсурдно. Сказала, что я не буду вам спойлерить, но всё-таки сложно с кавкой, когда ты без спойлеров. Давайте я не буду вам спойлерить основной костяк романа, что там происходило, но я вам проспойлерю конец. В любом случае, если ты читаешь «Кавку», конец там будет не такой уж радужный, не в светлых тонах, не в контексте оптимизма, а в контексте вот как раз-таки пессимистических настроений. Поэтому тут можно сказать, без зазрения совести, что в конечном итоге главный герой умирает, его убивают. А те, кто к нему приходил, когда он проснулся в день своего рождения, те, кто непосредственно донёс до него вот эту весть, что он совершил проступок. Там, конечно, всё самое интересное в основе романа, в рамках развития действия, в кульминации. Ну, кульминация, на мой взгляд, как раз-таки под конец происходит. Но сам вот именно процесс, именно процесс, именно развитие действия, это очень важно, это очень интересно, и это помогает понять сам, так скажем, колорит 20 века, который начал рефлексировать, очень сильно рефлексировать, и начал пытаться понять себя, что он из себя представляет. 20 век, человек 20 века, культура 20 века. Что есть культура 20 века? Что есть человек 20 века? Кто это? Что есть абсурдность? Это есть рождение во имя смерти. Человек родился, чтобы по итогу умереть. И Кавка это очень мощно уловил и очень мощно транслировал через свои тексты, через свою художественную реальность, вторичную реальность, улавливая контекст первичной реальности, той событийности, в которую он был вынужден попасть. Вынужден, потому что его буквально заставили родиться. Он сам не хотел этого. Он сам не подписывал на никакие бумаги. Также и мы с вами, мы ничего с вами не подписывали. Мы просто взяли и появились. И никто не знает, зачем и почему. Нет, конечно, кто-то раньше знал. До Ницше знание было чёткое. Жизнь даёт Бог. Либо жизнь даёт что-то метафизическое. Сверхсущество, абсолют, который управляет этой жизнью, который задаёт и темп жизни, и критерии, как проживать эту жизнь. Но с приходом Ницше и с развитием ницчанской философии Бог нейтрализуется. Абсолют уходит из зоны актуальности XX века, из зоны актуальности жизни. И человек оказывается индотерманентен. Он потерян, он неопределён. Потом, конечно, вот постмодернизм и индотерманентность это такая чуть ли не основная черта именно постмодернизма, который просто потерян и не знает, как ему быть. Модернизм ещё как-то пытается за что-то цепляться, как-то пытается стоять твёрдо на ногах и смотреть в будущее. Поэтому он и модерн, поэтому он и новый. А вот уже постмодернизм, постновый уже в депрессии. И если у модернизма депрессия особо сильно не ощущается, но предчувствуется, то постмодернизм, да, здесь, конечно, болезнь разыгрывается как таковая. И вот, кстати, да, феномен болезни. Кавка её уловил, и уловили другие представители. И болезнь, что она из себя представляет, болезнь 20 века? Как раз-таки вот убийство этого абсолюта. Человек настолько выбил почву сам себе из-под ног, что уже просто не знает, каким ему быть, где ему быть и как ему быть. И помимо же Кавки ещё и развивалась психология. Зигмунд Фрейд, Карл Юнг тоже огромную роль сыграли в контексте культуры 20 века. И огромную роль оказали на литературу. И, конечно же, оказали воздействие на человека и на современного человека. И сейчас личность, как таковая, она потеряна в процессе эволюции мира. И она не может подстроиться под ритм развития культуры как таковой. Потому что развитие сейчас трудно назвать развитием. Оно как бы находится на этапе стагнации. Но стагнация как этап тоже есть своего рода компонент важного развития. И тоже есть своего рода некоторое развитие. Это мы уже переходим на категории философии. Но это не есть плохо, но это и не есть хорошо. Человек сейчас потерян, человек не знает, как быть. Человек болен вот этой вот неопределенностью, болен вот этой вот антиабсолютностью. То есть он не знает, к чему стремиться, он не знает, как себя транслировать, он не знает, каким ему быть. И от этого ему очень плохо, очень грустно, очень тесно в рамках контекста мира. И поэтому он себя пытается выразить в любой подвластной ему форме. От того сегодня у нас и много фанфиков, от того у нас много сегодня кинопродуктов и в принципе продуктов деятельности человека, именно духовной, ментальной, очень много, потому что каждый из нас находится в своем определенном микро-поиске, поиске, который оправдает его существование и который сделает его более твердым на почве собственных воззрений. это наша с вами реакция на ничианство, это наша с вами реакция на то, что происходило в этом веке, на кризис, который сейчас нас постиг, настиг и повалил. Но надеюсь, мы с вами встанем. Как стал Гесса, утвердился в своем понимании амбивалентном, амбивалентное это соединение двух как бы разного начала, не совсем как оксюморон, но несколько похоже. Что есть амбивалентность Гессы? Гесса смотрел и на восток, и на запад и соединял это в себе. Он любил одинаково и восток, и запад, прислушивался к мудрецам, прислушивался к святым отцам и выбирал то, что считал действительно важным и действительно необходимым по отношению к его текстам и по отношению к его именно системе философских взглядов. Герман Гесса это следующий представитель модернизма, у него есть потрясающий роман, известный роман «Игра в бисер». Там как раз таки Гесса выражает идею о том, что люди играют с понятиями, люди настолько сильно погрузились в эту игру с понятиями, с логосами, с представлениями, что забыли о простой жизни и в простую жизнь совсем не вкладываются. Есть идеальный город Касталия, в него собраны все так скажем мудрые люди, которые знают суть игры, которые знают суть предметности, которые знают суть мира. И там они в своей элитарной среде развиваются и ничего не транслируют в мир как таковой, в мир, который нуждается в прогрессе, в мир, который нуждается в совершенствовании. и из-за того, что такое разделение произошло, конечно же, огромное количество деструкций наблюдается в мире обыденном. И вот Гесси транслирует идею, что нельзя слишком элитарно возвышаться над миром как таковым, над обывателями, потому что каждый обыватель имеет право на развитие. И мудрым мира сего необходимо идти в этот мир, а не сидеть в своей башне слоновой кости. Это главная идея игры в бисер. И это, в принципе, определяет мировоззренческие постулаты самого Гесси, который очень страдал и сострадал, который действительно любил действительность и всячески старался её преобразовать. Следующий в нашем списке модернистов это Уильям Фолкнер. У него очень много текстов и они все написаны удивительным языком в плане того, что где-то Фолкнер употребляет огромное количество языковой игры, огромное количество интертекста, а где-то пишет по-простому, по-человеческому и его понимает абсолютно каждый. Самый его известный роман это Шум и Ярость. также есть известная повесть Медведь и сложный рассказ, который может быть вы разбирали, о котором вы может быть слышали Каркасон. Для того, чтобы понять Уильяма Фолкнера, достаточно прочитать эти тексты, но конечно же не ограничивать себя этим списком, потому что там еще есть и Весолом и Весолом, и Особняк, и к этим текстам тоже стоит стремиться, потому что они по-своему интересны, они по-своему многогранны. И да, как и у предыдущих модернистов, реальность текста Уильяма Фолкнера она многогранна, то есть несколько уровней, которые необходимо просматривать, на которые необходимо обращать внимание, и психологический уровень, и уровень реальной событий, и уровень психологический, конечно же, там все очень мощно оформлено, и очень интересно разгадывать тоже загадки Фолкнера, потому что Фолкнер, он мастер по загадыванию, как и другие, но мастер так скажем, на уровень выше, на мой взгляд, потому что загадки Фолкнера, они требуются много времени и много знаний, чтобы понять, что тебе хочет сказать Фолкнер. Следующая в нашем списке представительница модернизма это Вирджиния Вульф, невероятный прозаик, который тоже использует прием потока сознания, и который оказал огромное влияние на формирование постулатов модернизма. И как раз таки говоря уже о постулатах модернизма, мы можем перейти непосредственно к модернизму как к направлению в искусстве и литературе XX века. Что касается Вирджинии Вульф, если вас интересует, вы можете посмотреть ее роман Волны, где очень много потока сознания, вы можете посмотреть на маяк, вы можете посмотреть ее текст Миссис Дэлуэй и также ее текст Орландо. Ну а теперь мы переходим с вами к модернизму как к направлению в искусстве и литературе XX века. И конечно же дадим с вами определение. Модернизм от латинского современный недавний. Это направление в искусстве и литературе XX века, характеризующееся разрывом с предшествующим историческим опытом художественного творчества, стремлением утвердить новые нетрадиционные начала в искусстве, непрерывным обновлением художественных форм, а также условностью схематизации и отвлеченностью стиля. Также стоит сказать, что термин модернизм присущ только отечественной искусствоведческой школе. В западных источниках это термин модерн, поэтому когда вы будете работать с англоязычными статьями, возможно будете читать их, то обращайте внимание на контекст, и если вы видите использование лексической единицы модерн, то скорее всего это модернизм. В зависимости конечно же от контекста, от того, что соседствует с этой лексической единицей. Итак, предпосылки возникновения модернизма. Самая первая и самая главная предпосылка это технический прогресс. Мир находится в состоянии развития, появляются разнообразные средства для улучшения существования человека, и конечно же все это транслируется в литературе, все это отражается в литературе, и все это влияет на мышление человека. Мышление тоже меняется, меняется мир, меняется мышление, все это взаимосвязано, и все это взаимо обусловлено. Вторая предпосылка это складывание комплекса представлений о творческой природе разума с одной стороны и о его исторической ограниченности с другой. Разум может творить, разум не ограничен с точки зрения творчества, но разум ограничен с точки зрения исторических реалий. И также разум не может в себя вобрать абсолютно все реалии, которые когда-либо были, когда-либо существовали. Поскольку человек живет в рамках конкретной исторической эпохи и мыслит определенными категориями этой эпохи, вы не можете мыслить категориями 19 века, вы можете их декодировать, вы можете их прочитывать, вы можете их осознавать, осмысливать, но мыслить ими вы не будете, потому что это совершенно другой дискурс, это совершенно другое, так скажем, семиотическое поле, свои представления, свои символы, свои значения у символов, все совершенно иное. И даже в рамках современной действительности вы можете даже столкнуться с таким фактом, что по отношению к другому человеку вы иной человек. скажите яблоко и каждый из вас яблоко поймет по-своему. Для кого-то яблоко будет зеленым, для кого-то оно будет красным, для кого-то оно будет падать на голову, для кого-то оно будет падать подальше или ближе к яблоне, а для кого-то это вообще яблоко грехопадения или яблоко раздора. То есть у яблока тоже много значений и каждый будет его понимать по-своему. И вот представьте, если вы живете с человеком в рамках одной исторической реалии, и вы уже мыслите немножко по-другому, не так, как другой человек, мыслите по-разному, то что будет, если вас поставить рядом с человеком XIX века? Вы совершенно будете разными, совершенно разными. У вас будут другие представления, другая философская, так скажем, система воззрений, подоплека философского, именно вашего ментального поля. И, конечно же, вы будете друг с другом вступать в определенный конфликт интересов с точки зрения именно исторической заданности. И это необходимо учитывать, как раз модернизм к этому обращается. И следующая предпосылка — это позитивистские идеи, начиная от Канта как раз-таки, согласно которым человеческий разум по своей природе контекстуален, то есть находится в определенном контексте. И способен трансформировать социальную реальность. И аналогичная этим идея — программа, предложенная в рамках марксизма, согласно которой разум полагался исторически изменчивым и способным к заблуждениям. То есть что мы имеем? Мы имеем наличие определенного контекста, мы имеем тот факт, что разум из-за своей творческой природы способен трансформировать социальную реальность, и в то же время разум исторически изменчив. Вот о чем я говорила ранее. Если вас поставить человеком 19 века, вы уже будете другим человеком, вы человек 21 века. И разум, разумеется, трансформировался. И разум человека 21 века — это нечто иное, это совершенно другое, нежели разум человека 19 века. И в то же время разум стоит понимать как то, что имеет возможность, потенцию на заблуждение. И как раз-таки вот здесь очень классно выстреливает Камью с его потрясающей цитатой. Возможно, вы уже ее слышали, особенно кто присутствовал у меня на лекциях ранее. В мире много истин с маленькой буквы, но нет истины с большой буквы. Абсолют убит, абсолютно нет, истины абсолютно нет. Спасибо, Ницше. Но есть обилие маленьких истин, истин с маленькой буквы, этих микроистин. И у каждого из вас своя маленькая истина. И, конечно же, одна истина, соприкасаясь с другой истиной, может быть либо конфликтом, либо тождеством. Конечно же, связи могут быть разными, но так или иначе. Никто не дает гарантии, что ваша истина не есть заблуждение. То есть разум ваш конкретно может заблуждаться. И разум как таковой, если мы переходим на категорию именно философскую, на категорию всеобщего, то разум сам по себе тоже может заблуждаться. Сегодня он знает одно, завтра он приходит к иным выводам. И даже философские этапы развития, точнее самой даже философии этапов развития, если мы на них посмотрим, то совершенно иной подход и к разуму был, и к чувствительному восприятию, и в принципе к предметности философии. Все было по-разному в определенные отведенные исторические участки. И сейчас мы имеем то, что мы имеем. Но это уже философия, это нас особо сильно, именно сегодня, хоть и интересует, но отвлекать не должна, то, к чему я хотела сказать, точнее, что я хотела сказать, к чему я вела. Теперь давайте рассмотрим черты модернизма. Это очень важно, и для нас это с вами актуально. Первая черта, существенным формообразующим фактором модернизма, и вообще текстом модернизма является миф. Миф – это рассказ о вечных повторяющихся категориях. Именно в начале 20-х годов, 20-го века, интерес к мифу становится всепоглощающим. Я уже говорила вам, что мы вернемся к Улиссу Джеймса Джойса. Вот смотрите, кто такой Улисс? Улисс – это Одиссей. И, по сути, роман Джеймса Джойса тоже построен на мотиве путешествия, на лейтмотиве. То есть там тоже происходит определенного рода путешествие. Да, не такое, как у Улиса, потому что у Улиса, я имею в виду оригинального, античного. У Одиссея путешествие длилось определенное количество дней. У Улиса Джеймса Джойса это один единственный день. И в рамках этого дня происходит уйма событий и уйма заключений. И вот путешествие ментально, и путешествие физически по некоторым, так скажем, точкам. Именно событийным даже, так скажем, точкам. Персонаж Джеймса Джойса, два персонажа точнее, претерпевает определенного рода развития. Я не буду опять-таки вам спойлерить. Я очень не люблю спойлерить и стараюсь этого не делать. Если вы пожелаете, вы для себя этот текст откройте и для себя вы его как-то уясните. Но важно понять, что на уровне мифологическом реализуется мифология именно зоны Улиса, зоны Одиссеи. То есть Джеймс Джойс берет античную мифологию. Иные представители модернизма могут брать иную мифологию. Это и библейская мифология, это и славянская мифология. То есть античной мифологией все не ограничено. Могут обращаться модернисты к разным источникам мифологическим и для себя, для своего текста подбирать наиболее оптимальный миф, который будет играть на раскрытие их проблематики, их идеи, их, так скажем, литературной заданности. То есть то, что они задали тексту, они подбирают для раскрытия этой заданности определенные приемы, определенные единицы. И вот миф является такой же единицей, которая способна эту заданность реализовать. Следующая черта модернизма — это новая техника изображения психологии личности, которая связана с открытием техники потока сознания, о котором сегодня уже было сказано в рамках нашей видеолекции. Поток сознания основан на ассоциативных связях. В них нет логики, так как ассоциации не подвластны никаким закономерностям. Прекрасный пример — это роман Вирджинии Вульф «Волны». Там огромная полифония, огромное поле полифонии, и каждый выражает себя по-своему, и каждый пользуется ассоциациями. И понять логически этот роман просто невозможно. Вы зря потеряете время, если будете его трактовать с точки зрения логики, категории логики. Следующая черта модернизма — модернисты никогда открыто не формулируют в художественном тексте свои мировоззренческие позиции. Читатель как бы спонтанно проникает в процессе чтения, в идеологию произведения, и она существенно меняется даже в пределах творчества одного автора. И прекрасный пример тому — это Томас Манн, точнее, его взаимоотношения с нитшианской философией. Если в начале своего творческого пути Томас Манн очень восторгался Нитше, как уже было мною сказано в начале нашей лекции, то поздний период творчества Томаса Манна — это рефлексия и это попытка понять, куда двигаться немецкой идеей далее после трагедии, которая случилась по вине опять-таки Нитше. Это попытка реанимировать и себя, и Германию. И так просто, и роман доктора Фаустус, и, в принципе, творчество Томаса Манна понять нельзя, как и любой любой роман модерниста, и любой другой текст модерниста, даже повесть. Необходимо постоянно погружаться туда, в подтекст, идти дальше, уходить за фабульность, уходить за какие-то видимые детали, искать подтексты, искать интертексты, и только тогда текст для вас станет более-менее понятным. И то до конца вы не сможете его разгадать. Вы должны будете задействовать абсолютно все свои знания для того, чтобы пообщаться с модернистами. Так скажем, выстроить диалог между читателем и автором через его текст. И то до конца, как я сказала, текст не будет вам понятен, потому что модернисты кодируют своё сообщение, свой текст очень умело. Они запрашивают от читателя очень интеллектуальных, точнее, так скажем, элитарных потенций, элитарных интенций. Следующая черта модернизма. Человеческое существование модернисты осмысливают как краткий хрупкий миг. И здесь стоит отметить, что субъект может осознавать или не осознавать трагизм и бренность нашего, опять-таки, абсурдного мира. И как раз-таки дело художника, дело творца — показать ужас, величие и в то же время красоту, заключённые, вопреки всему, вот в этих вот хрупких мгновениях земного бытия. И следующая черта модернизма как раз-таки вытекает из этой. Смотрите, социальная проблематика, игравшая столь важную роль в реализме XIX века, в модернизме даётся очень косвенно, как неразрывная часть целостного портрета личности. Как таковая социальная проблематика уже не актуальна для модерниста. Для него актуальна вот эта вот абсурдность мира и стремление выразить эту абсурдность через текст, показать ужас, величие и красоту, а не социальную проблематику. Её уже и так достаточно показали. И следующая черта модернизма, которая тоже очень важная, главная сфера интереса модернистов — это изображение взаимоотношений сознательного и бессознательного в человеке, механизмов его восприятий, прихотливой работы памяти. Здесь и Марсель Пруст, здесь и Вирджиния Вульф, и наши с вами модернисты отечественные тоже здесь, вплоть даже до Иосифа Бродского, который, так скажем, окончил реализацию этого направления в рамках нашей с вами культурной действительности. И теперь, осветив основные черты модернизма, мы перейдём к следующему блоку — к постмодернизму. Итак, постмодернизм — это явление литературы второй половины XX века, характеризуемое такими чертами, как фрагментарность, ирония, чёрный юмор, деконструкция и игра. Все эти черты мы сейчас подробно с вами рассмотрим, всё это подробно раскроем. Но для начала необходимо отметить следующее. В отличие от модернизма с его программной установкой на новизну, постмодернизм обращается к культурному наследию прошлого, как объекту игрового освоения, ироничного цитирования и ситуационного переосмысления. Постмодернизм играет с формой и с смыслом художественного текста. Происходит внешняя и внутренняя комбинация текста. Постмодернист понимает мир как нечто, что утратило свой стержень. Мир становится хаосом, но книга остаётся образом мира. Литература продолжает вбирать в себя действительность, которая является для неё актуальной, именно та самая историческая действительность, которая становится перечной реальностью, которая обрабатывается посредством художественного метода и которая трансформируется во вторичную реальность. Литература продолжает рефлексировать, продолжает выступать как саморефлексия культуры. И даже если культура — это хаос, даже если культура — это закат Европы, Это, в принципе, закат. И даже если культура уже не знает, как ей быть и что она есть, всё равно литература будет продолжать рефлексировать, продолжать быть в состоянии процесса. И эта саморефлексия культуры осуществляется в рамках постмодернизма на основе игровой деятельности. Творец, писатель, деятель литературы именно в рамках постмодернизма осуществляет игровую деятельность, игровые действия по отношению к культурному наследию. То есть он обращается к уже созданным продуктам человеческой духовной деятельности, к уже созданным написанным текстам, и использует их в качестве материала для создания своего, так скажем, вторичного продукта. Но не просто использует, как копировать-вставить, а использует, подбирая определенные ситуативные контексты, подбирая определенные обрамления и наделяя вот эти вот фрагменты определенной художественной заданностью. То есть игра здесь производится на уровне и смысла, и формы. Если играет постмодернист с формой, то особо смысла искать смысла нет, потому что есть идея, но нет смысла. Это деконструкция. Можете обратиться к тексту философскому Дориды, письма японскому другу, там он подробно описывает, что есть деконструкция и что есть игра с формой. Художественный пример прекрасный – это «Подучая собака Бартонни». Опять-таки там и сообщается, что не ищите смысл, смотрите на то, что происходит с формой. С формой происходит деконструкция. Не деструкция, а деконструкция. Разложение и новая сборка текста. Это игра. Это две черты постмодернизма. Игра и деконструкция. И в то же время здесь подключается следующая черта – это ирония. Ирония авторская по отношению к своему желанию создать что-то новое в условиях полного тотального хаоса. Как я могу создать что-то новое, если уже всё создано? Как я могу претендовать на что-то новое, если уже есть огромный исторический культурный багаж у меня за плечами? Если инвентарь мой полнится таким огромным обилием чужих картин мира, и если они так классно разработаны, как я могу свою картину мира разработать до такого уровня, чтобы произвести на свет что-то новое, что-то уникальное? Уникальное и новое создать без игры и без обращения к историческому и культурному опыту, по мнению постмодернизма, просто невозможно. И, по сути, творческая деятельность писателей и их попытки что-то отрефлексировать, ну, представьте, вы находитесь в состоянии хаоса, ещё и рефлексировать пытаетесь, стараетесь. Это уже есть ирония. Вы иронизируете сами над собой, создавая свой же текст, претендуя на то, что это вроде бы якобы новый продукт, но понимая, что создать что-то новое, что-то уникальное, уже, по сути, невозможно, потому что уже всё создано и всё написано. Следующая черта постмодернизма — это индетермонентность, иначе говоря, неопределённость. И автор, и читатель, который тоже может быть автором в рамках постмодернизма, как современные люди, они находятся в состоянии ментальной невесомости, точнее, даже идеологической невесомости, неопределённости. Очень сложно сориентироваться, когда в мире господствует глобализация и плюрализм мнений. Та самая масса истин с маленькой буквы, которых настолько много, что уже теряешься в этом либерализме в области идей и в области представлений. Столько много всего было создано, столько всего было много разработано, и столько всего рассматривается с точки зрения антииерархии. Всё дозволено, всё правильно, где истина с большой буквы неизвестна. Поэтому всё-всё-всё, всё, что есть, всё правильно, всё может быть тобой использовано. И из-за этого возникает индетермонентность, возникает вот эта неопределённость. Сложно быть конкретным, когда в мире господствует хаос. И что касается читателя, как автора текста. На сегодняшний день читатель может принять прямое участие в процессе создания текста. Например, хазарский словарь Павича. Читая этот текст, вы при определённом, так скажем, расположении его частей, можете создать определённую версию этого текста. И при этом вы ещё можете дописать что-то своё, потому что Павич в конце оставил пустые страницы именно для читателя, который тоже может доработать его текст. Читатель становится полноценным субъектом текста, в который он погружается. И сейчас, уже завершая нашу видеолекцию, такую, на самом деле масштабную, но краткую с точки зрения содержания, я хотела бы сказать, точнее, хотела бы осветить для вас список представителей постмодернизма. Зарубежный постмодернизм представлен Павичем, Картосаром, Маркесом, Эко, Уэльбеком и Бекбедером. Русский постмодернизм представлен поздним Набоковым, Ерофеевым, Лимоновым, Пелевиным, Сорокиным и Плицухом.